Всем привет! В эфире универ-новость, а в студии Елизавета Газизянова. 17 июля в актовом зале Института фундаментальной медицинной биологии прошел очный экзамен на направления, связанные с медицинским профилем для иностранных граждан. Казанский федеральный университет не первый год поддерживает цифровые форматы для привлечения иностранных абитуриентов, и у ребят была возможность сдать экзамены в онлайн-формате с применением технологии прокторинга. В этом году Казанский федеральный университет в рамках пилотного проекта принял решение усилить контроль за экзаменами, проходящими на медицинские направления, и в дальнейшем масштабировать эту практику. Эти экзамены будут приняты в строжайшем контроле, в контроле качества. Ребята, которые проходят сегодняшний экзамен, получают не один вариант, то есть каждый вариант уникален, сформирован из большого банка заданий, поэтому два одинаковых варианта с рядом сидящими ребятами, которые проходят экзамен сейчас, его не будет. Как результат, мы хотим получить наиболее подготовленных абитуриентов, потому что в этом году в рамках Казанского федерального университета на медицинские направления для иностранных граждан ограниченный план приема на внебюджет. Поэтому это будет строжайший конкурс и в рамках конкурсных процедур. В Казанском федеральном университете завершился первый этап акселерационной программы КФУ в рамках федерального проекта платформа университетского технологического предпринимательства. Эксперты из университетской стартап-студии Евразийского центра инноваций и компании DIA Digital рассмотрели 62 стартап-проекта студентов, принявших участие в акселерационной программе. В течение мая и июня команды работали над своими проектами в сопровождении трекеров. В этом году в программе приняли участие студенты передовой инженерной школы Киберавтотех, набережной Челненского института КФУ. В топ-20 попали команды, работающие в самых разных областях – медицина, химия, IT, еду тех и другие. Лидерами по числу проектов стали Институт физики, Химический институт имени Бутлерова и Институт вычислительной математики и информационных технологий. В рамках второго этапа акселерационной программы КФУ, которая стартует осенью, студенты продолжат работу над своими проектами под руководством трекеров и смогут получить обратную связь от экспертов программы. В Республике Татарстан продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов, которая на данный момент достигает пятого класса – наивысшей степени. Гидрометцентр Республики сообщил, что предупреждение будет действовать с 16 по 22 июля. Поэтому каждому следует знать о мерах безопасности и правилах поведения в лесу. Обо всем подробнее расскажем в следующем сюжете. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Выделяют три вида лесных пожаров – подземный, торф, низовой – по нижней кромке деревьев и земле, и верховой – самый быстрый в распространении, так как поток ветра быстро раздувает пламя по верхушкам деревьев. Как правило, его тушением занимается авиация. Ущерб, который наносится, он огромный, потому что гибнет не просто лес, гибнет не просто деревья, древесины, гибнет экосистема, лесная экосистема. Гибнут животные, которые там оказываются и просто не могут. Ну, кто-то может выскочить из системы пожара. Многие бывают окружены кольцом, и они просто никуда не могут девать. Вот когда бушевали пожары в Австралии два года назад, весь мир обошла картина, когда стоит пожарник, а рядом, прижавшись к его ноге, стоит маленькая кала, а кругом вообще пожар. То есть кругом все полыхает. И она не знает, куда деваться. Она дикое животное прижалась к ноге пожарника, потому что это единственная возможность. Вот эти ситуации, они на самом деле невероятно страшные, потому что гибнут не просто леса, гибнет экосистема. В целях предотвращения лесных пожаров пожароопасный сезон запрещается. Бросать в лесу горячие спички и окурки. Оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки. Разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке. Под низко свисающими кронами деревьев. Выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями. Разводить костры в местах с сухой травой и оставлять их горячими после покидания стоянки. Если вы обнаружили пожар в лесу, следует немедленно сообщить об этом в МЧС, администрации района или лесничеству. Оборуженный вами пожар еще не набрал силу. Следует принять меры по его тушению. С помощью воды, земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный способ забрасывания кромки пожара землей. Наличие вышек в лесах обязательно для того, чтобы люди могли с вышек наблюдать за пожаром. Контроль природоохраны, ответственность населения, работа с населением, воспитание, образование в этом плане. Это все очень важные составляющие на самом деле. Если пожар только начинающийся, если его можно потушить, то, конечно, взрослый человек может принять эти меры и, соответственно, пытаться затушить водой и так далее. Но если пожар уже идет и набирает скорость, то надо, конечно, немедленно просто сообщать о нем. То есть, скажем, уходить и сообщать об этом, выводить жителей из районов и поселков, если это, скажем так, люди, принимающие решения, или просто ответственные жители, которые просто должны вывести людей, вывести скотину. В начале июля в Казани уже вспыхнул пожар у Лебяжьих озер. Горела трава. Площадь распространения огня достигла 500 квадратных метров. Спасатели боролись с пожаром на протяжении 8 часов. К счастью, он был ликвидирован без пострадавших. У нас горел лес в лесопарке Лебяжье. Мы с возгоранием работали, то есть его потушили. Потому что лесной массив, ближайший к Казани, такой крупный лесной массив, это именно лесопарк Лебяжье. Городской лес, он сейчас официально в этом статусе идет. Там есть посадки искусственные, там есть и естественная территория. Поэтому достаточно высокое разнообразие ландшафтов. И возгорание здесь, оно, конечно, скажется сразу на степень озеленения города Казани. Потому что это городская территория. Лесопарк Лебяжье играет большой процент в степени озеленения Кировского района. Поэтому дает 33% за счет лесопарка Лебяжья в первую очередь. Каждое лето лесные пожары начинаются с неизбежностью, приводящей в отчаяние. К этому нельзя привыкнуть, но можно постараться предотвратить. Соблюдение мер безопасности и правил поведения в лесу поможет в этом нелегком, но важном деле. Давайте вместе сбережем природу для себя и будущих поколений. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости. 17 июля в школе 21 состоялась проектно-аналитическая сессия, организованная Казанским федеральным университетом. Оно направлено на стимулирование развития кадровых ресурсов в регионе и повышение эффективности деятельности организаций и предприятий в Республике Татарстан. Как прошел первый этап, узнаете в сюжете. 17 июля на площадке школы 21 в Казани состоялся первый этап проектно-аналитической сессии с участием представителей организаций, предприятий и органов власти Республики Татарстан. Организаторами мероприятий выступают Центры по организации временной занятости, обучающихся Казанского федерального университета при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и общества с ограниченной ответственностью факультетус. Сессия проходит по инициативе нашего университета в рамках долгосрочной программы содействия занятости России до 2030 года. И в рамках этой долгосрочной программы это не было нам предписано, написано. Мы сами вышли с инициативой, потому что видим необходимость, чтобы студенты, наши выпускники оставались в городе Казань, в Республике Татарстан и продолжали работать на благо нашего города и Республики. И, следовательно, для этого нам нужно тоже предпринимать шаги по повышению качества трудоустройства и качества работы наших выпускников на этих предприятиях. Проектно-аналитической сессии собрала сегодня порядка 60 участников со всей Республики с целью решения проблемы кадрового дефицита. Ведь вопрос управления человеческим капиталом в настоящее время крайне актуален. Главная цель сессии – собрать обратную связь от предприятий, узнать, как у них налажены процессы трудоустройства и привлечения кадров, а также рассказать им про лучшие практики управления человеческим ресурсом. Сама проектная сессия проводится в два этапа. Вторая встреча намечена на 7 августа. В результате сессии планируют написать программу развития по управлению человеческим капиталом на 2025 год. Очень важно такие мероприятия проводить, общаться между собой, общаться и с работодателями, и с образовательными организациями. И хотелось бы, чтобы такие встречи стали традиционными. И действительно, организации отправляли своих представителей для того, чтобы получить ценные знания, опыт общения, и чтобы действительно сформировалось такое устойчивое сообщество, для того, чтобы можно было делиться. Потому что здесь, по факту, да, может быть, мы между собой конкуренты, и конкурируем на рынке труда между собой, но при этом в этой обстановке, в этой атмосфере мы действительно можем с коллегами откровенно сказать о своих проблемах и так далее, для того, чтобы поддержать друг друга. Здесь нету, как бы, вот этой закрытости. Общаясь с разными организациями, и с образовательными, и с предприятиями, у нас действительно такие достаточно теплые отношения, и не было такого, чтобы, например, кто-то отказал в каком-то совете, да, или в какой-то информации, там, опытом своим не поделился. Поэтому, если, как бы, в этом есть необходимость, люди всегда открыты. Вот для того, чтобы этот контакт наладить, ну, необходимы такие встречи и мероприятия. Вот у нас сессия направлена на то, чтобы в целом изучить всю конструкцию того, как можно инвестировать в человеческий капитал максимально безобидно для бюджета организации, с одной стороны, а с другой стороны, как в целом обосновать экономическую целесообразность вот этих инвестиций в человека. Инициатива проведения проектно-аналитической сессии Казанским федеральным университетом имеет целью создания платформы для эффективного взаимодействия между выпускниками, предприятиями и организациями на рынке труда. Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Клара Тазиддинова подчеркнула, что система образования – это основной источник пополнения предприятий нашей республики новыми квалифицированными кадрами. Взаимодействие с образовательными организациями – это очень важное направление работы, так как какие специалисты будут в какой области, с каким уровнем подготовки – это говорит о том, насколько наша экономика будет обеспечена кадрами. Сегодня мы говорим, что на рынке труда у нас более 60 тысяч свободных рабочих мест, при этом лица, ищущих работу, потенциально значительно меньше. Это не бывала ситуация, как мы говорим, общая безработица. Если раньше мы говорили, что общая безработица в республике – это 4-5 процентов, это почти 60 тысяч человек, сегодня это порядка 30 тысяч, при потребности в кадрах 60 тысяч. Поэтому именно важно найти те инструменты, которые позволят использовать наиболее рационально имеющийся ресурс. А это прежде всего наша молодежь, которая выходит на рынок труда. Ежегодно, согласно демографическим тенденциям, на рынок труда вступать в трудоспособный возраст будет 44-45 тысяч молодых людей. Участие в сессии приняли заместитель директора экспертного центра карьеры при Министерстве науки и образования России Сергей Вещепанов, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильнур Нурмухаметов, директор Центра занятости населения Казани Тимур Мулин и руководитель Центра по организации временной занятости обучающихся Казанского федерального университета Наил Вяльшин. Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Спортсмены Казанского федерального университета продолжают завоевывать медали на 9-й Всероссийской летней универсиаде, которая проходит в Уфе. Студент 4-го курса Института фундаментальной медицины и биологии Хан Магомед Рамазанов добавил в копилку вуза бронзу с турнира по тэквондо. Всего в турнире приняли участие 70 спортсменов из 22 вузов России. На соревнования по тэквондо от Казанского федерального университета были отобраны два атлета. Студент Института управления экономики и финансов Глеб Махеев и студент Института фундаментальной медицины и биологии Хан Магомед Рамазанов. Последний стал бронзовым призером в весовой категории 80 килограмм. На базе Альметьевского государственного технологического университета Высшая школа нефти завершила работу пятый международный нефтегазовый молодежный форум. Главными мероприятиями форума стали ежегодный нефтяной саммит Республики Татарстан и образовательная программа в формате Хакатона. Участники Хакатона объединились в команды по шесть человек и разобрали решение кейса в одном из четырех направлений. Направления включили в себя вопросы мирового технологического лидерства в нефтегазодобыче, нефтепереработке и нефтегазохимии, декарбонизации цепочек создания стоимости, ESJ-повестки, индустриальных биотехнологий, повышение устойчивости нефтегазовой отрасли и развитие новых бизнес-направлений. В работе Хакатона Казанский федеральный университет представили старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории методов увеличения нефтеотдачи Анастасия Михайлова и магистрант Института геологии и нефтегазовых технологий Евгений Архипов. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»